Мы имеем некую ситуацию. Я, мысль, в движении, в действии вычленяет две стороны – простое движение и сложное, определенное движение. В простом движении, выделяя простое движение, я соотношусь с собой. Выделяя движение, определенное, конкретно чувственное, я соотношусь с иным. Далее я выясняю, что простое движение, где я соотношусь с собой, первее, логически, впервые, движение конкретно чувственное. То есть получается, что я в действии нахожу причинно-следственное отношение. Когда я вычленяю простое движение, то есть соотношусь с собой, я равен себе, и поэтому, как равный себе, все время ставший, все время ставший, дурацкое выражение, конечно, как ставший, я являюсь причиной… – Как становящийся, наверное. – Нет, именно как ставший. Если я соотношусь с собой, то я равен себе. В теле. Мы говорили об этом. В теле я равен себе. Мысль не равна себе, как к чистой мысли, не соотношусь с собой, как к чистой мысли, а соотношусь с телом. С телом соотношусь с постольку, поскольку в теле вычленяется простое движение, когда все равно, каким членом ты, собственно говоря, движешься. Поэтому в движении, которое я осознаю, я нахожу сторону первую, а именно простого движения, когда все равно, чем я движу, и вторую, как следствие первой, конкретно чувственное, которое всегда становится. Значит, если тело с самого начала нами определено как становящееся, то есть движение, поведение, действие, жест, как становящееся нечто, то в этом становящемся мы находим ставшие и становящиеся. Ставшие и первые. После того, как мы в движении вычленили логическую последовательность, чтобы понять движение, нужно понять. Действие, совершая движение рукой. Чтобы понять все, нужно понять, что в нем есть простое движение, которое первее конкретно чувственного движения именно рукой, именно правой рукой, именно в сторону. Или вверх. А вот насчет ставшие. Получается, что изначально я саму себя не сохраняю, а только себя сохраняю в теле. То есть равенство себе есть результат. И никакого предварительного равенства нет? Не, конечно. Ну, опять же, предварительное равенство было бы равенство с собой как с чистой мыслью. Чего нет. А равенство с собой как причиной? Нет, ну причина не может быть равна себе, аначе она не будет причиной. То есть причина себе не равна? Ну, я сам себе противоречу, потому что когда я говорю, что в простом движении, простое движение определяет, является причиной, логическим основанием для движения сложного, я при этом говорю, что простое движение – это что такое? Это равенство мысли с собой. Но равенство мысли с собой в теле, поэтому здесь другая ситуация. Здесь в пределах действия одно оказывается первее другого. И равенство с собой здесь вот такое равенство, как аспект движения. В движении есть один аспект, и второй аспект, и первый аспект, и второго. В движении есть аспект ставшести, когда мысль в теле равна себе, и аспект становления. Когда мысль не равна себе, уже конкретно чувствуем движение. Ну, торжество – это изначально должно быть, чтобы возникло ставшее, и как вообще ставшее стало ставшим и синить начального торжества? За что оно уцепилось, чтобы стать ставшим? Ведь как результат – это все равно есть результат по отношению к чему-то, что себя сохраняло. Это же не чудо, правильно? Это как бы… Изначально я был как-то самотождественным каким-то, и потом оно стало в результате самотождественным и в теле. Так, наверное, или как? Мы раньше говорили, что есть тождество, и форма дает тождество со стороны становления… То есть тождество вступает в становление, и возникает различного рода предметы, да, там… Или ушло этих… Это ступень того, как… В ступени формообразованы. Ну, была… Смотрите, ведь когда мы говорили о восприятии… Ставшей является чувственной формой, формой предмета. Она не меняется, но она движима. Движима чем? Мысль, у которой есть чистая деятельность. Чтобы быть деятельностью, мысли не надо быть равной себе. А зачем нам тогда говорить о чем-то Ставшем? Ну, Ставшем в теле. Ну, когда я в мысли выделяю, в движении выделяю простое движение, это означает, что я в теле, в чувственной, телесной форме отношусь с собой. Если я отношусь с собой, то… Я это называю Ставшем. Или Я равно Я. Вот если я двигаю рукой… Еще раз. В движении рукой я нахожу простое движение. Так что мне все равно, какой рукой – это или это я двигаю. Или головой. Я нахожу простое движение. Поскольку я его обнаруживаю как фактор, как аспекты в сторону, то в этом простом движении, выделенном как фактор, я соотношусь с собой. Поэтому я вам говорю – Я равно Я. Поскольку я выделяю в движении простое движение, я говорю спокойно – Я равно Я. Это аспект, это не основание чего-то, это аспект. А поскольку я двигаю именно правой рукой, то есть мое тело является чувственной, конкретно чувственной формой, я себя теряю. Поэтому изначальная интуизация у нас какая была – Я движу рукой, но Я не есть рука. Я понимаю, что Я двигаю рукой, но Я также понимаю, что Я не есть движение рукой. Я понимаю, что Я двигаю рукой, поскольку все время соотношусь с собой в движении рукой. Все время я двигаю рукой, все время повторяю себе – Я есть Я. Я есть Я. Я есть Я. У Канда есть такая мысль, что всякого рода восприятие сопровождается Я равно Я. Помнишь там? Но это совсем другое, опять же, Я равно Я – это отношение с собой как с чистой мыслью. Конечно, я понимаю, что я воспринимаю, потому что я в восприятии соотношусь с собой. Но как с мыслью? Ну, как у Гегеля. Сознание отличает от себя нечто, чем в то же время соотносится. Но предметы находят себя как мысль, поэтому предмет для него – бытие. Соотносится бытие с другой стороны – ночь. Поскольку бытие, то мысль в ночь и соотносится с собой как с мыслью. Ибо это бытие. Это немножко похоже на ситуацию, потому что и ночь есть, и день есть. Но это ситуация познания у Гегеля, а у нас ситуация поведения. Очень трудно соотносить. Хотя, может быть, и можно было соотнести и подумать об этом соотнесении. У Гегеля что день, что ночь – это бытие. В моем рассуждении, что правой рукой, что левой рукой – все равно я равно я. Но никакого бытия не возникает, естественно, потому что это ситуация познания. Когда и день бытие, и ночь бытие. Поскольку сознание берет феноменологию, берет предмет как отношение с собой, предмет превращается в бытие. Поскольку мысль в предмете видит мысль, то предмет становится бытием. ночь становится простым есть. Не отличным от дня, который тоже простой есть. Но в то же время ночь не есть день. Начинается игра. Так у Гегеля это интересно, у него же мысль не может соотноситься с чем-то, что не является мысль. То есть у него мысль остается тотальной внутри себя. А у нас не та? Да. У нас не та, да, конечно. Но у нас то есть тотальная как бы тоже в касании предмета. Ночь есть бытие, ночь то, что есть. Тогда не получается, что день тоже то, что есть, ну и так далее. Начинается феноменология. Не, у нас как бы мысль трансцендирует же путь, фактически, это свое, само к себе и уходит куда-то за пределы и соотносится с иным. Ну, соотносится с иным два этапа там вот, но тем не менее. Так? Так, только слово трансцендирует, мне не очень понятно. Ну, трансцендирует, наверное, величное слово, согласен там. Для красоты славца. Хорошо. То есть в Гегере эта ситуация как-то так внешне похожа, но это ситуация познания принципиально. А у нас ситуация жестов. Итак, поскольку я мысль выделяем в действии, в жести, в движении, выделяем причинную последовательность, то есть сначала мы должны мыслить простое движение, в котором мы соотносимся с собой, затем сложное движение, в котором теряем себя, то получается, что после этого, после того, как в самом движении мы нашли обусловленность одной стороной другой стороны, есть целостное движение, но одна сторона в нем первее другой. После того, как мы это установили, мы можем осознать себя в качестве причины движения. Каким образом? Мы сознаем себя в качестве причины простого движения. Вообще-то мы причина всего движения. Мы сознаем всего движения целиком с обоими факторами, как становящиеся и понимаем, что мы причина. То есть являемся причиной, но мы не понимаем. Что нам мешает понять? Нам мешает понять то, что мы в одном факторе соотносимся с собой, а в другом факторе соотносимся с иным. Поэтому осознать себя причиной просто невозможно, хотя мы являемся причиной, поскольку осознаем все движение целиком. Потом, различив два фактора и установив последовательность между ними, мы осознаем себя причиной опять осознаем уже причиной движения но тем способом , что сознаем себя причиной простого движения, то есть первого фактора, который определяет второй фактор. Сознаем себя причиной первого фактора, который определяет второй фактор. Что получается? Получается такая ситуация, по-видимому, что мы сознаем себя причиной причины. То есть что значит осознать действие? Это значит осознать себя причиной причины. Раз в самом действии есть первое и второе, то мы можем быть причиной действия целиком всего только тем способом, что причиняем причинение. Только тем способом, что причиняем причинение. То есть мы причиняем простое движение, которое вместе с тем причиняет сложное. Или мы причиняем сложное движение через посредство, я говорю, собственно, одно, это уже разными словами, через посредство причинения простого. Есть ситуация причинения причинения. И наше осознание движения, я снова повторю, что речь идет просто о движении. Неизвестно зачем, неизвестно что означающего. Я просто шевернул пальцы. И оказывается, это означает, что здесь есть причинение причинения. Если я это сделал сознательно, а не рефлекторно, то это чрезвычайно сложная ситуация. Мне она дается с огромным усилием, путем причинения причинения. Если я его осознаю. Мы не ссылаемся ни на цель, ни на смысл. Мы просто шеверим пальцем. Но оказывается, сознательно это возможно только в том случае, если... Здесь любопытно, конечно. Чем, собственно, я занимаюсь? Я пытаюсь отрефлектировать ситуацию, когда мы сознаем, что шеверим пальцем. Здесь целостная ситуация, которую мы начали. Я, то есть мысль, осознает движение как становящееся. Если ставшую, то она сразу форма предмета. Сознаем движение как становящееся. Затем мы свое понимание рефлектируем. Мы свое понимание рефлектируем. Мы понимаем, что значит понять движение как становящееся. Это значит выделить в нем два аспекта. То есть не то, чтобы движение предполагает, что вот эту махину, которую я тут нагромоздил. Причинение причинения. Но если мы рефлектируем свое понимание движения пальцев, то мы это делаем так. Что значит понять, что я двигаю пальцем? Да, я понимаю, что двигаю пальцем. То есть изначально именно вот эта интуиция. Зачем, если сознание пытается понять, что значит понять, то оно приходит к развлечению простого и сложного движения. Затем, чтобы отрефлектировать, что такое простое и сложное движение, я прихожу к пониманию, что простое движение первее сложно. Дальнейшая рефлексия, уже как, так сказать, третья рефлексия, раскрывающая первую, в конце концов, что значит сознать, что движешь пальцем. В конце концов, это значит осознать, что в этом движении пальцев есть простое движение, которое определяет собой сложное. Четвертая рефлексия. Я сознаю себя причиной движения. Каким образом? Тем образом, что сознаю себя причиной причины. Сознаю себя причиной простого движения, которое определяет сложность. Я это все в тексте выражаю, как вы знаете. Я тут перечитал свой текст, и новый написал немножко, там, полторы странички. Совершенно невозможно прочитать. Я прекрасно понимаю, что это невозможно прочитать. Без семинара это не читается. Слишком... Поэтому такой тандем, вот, текст и... Но, по-другому, текст не лишний. Давайте мы выложим. Кого? Текст ваш. Он давно набран. Выложим, наверное. Две странички, сколько там? А, две странички, пожалуйста. Никита набрал, да. Мы выложим, поставим ссылку. Вот то, о чем мы три месяца. Видео семинара поставим ссылку на ваш текст. А зачем? Просто прямо в YouTube не может ставить. На две странички? Я, по-моему, там сейчас можно с того кого достать. Черт, ты собираешься, что две странички можно запасать? Это просто неудобно. Можно, но неудобно. Лучше, если... На философском что-то текста, а на это... Да, а к тексту ссылочки какие-то, на которые кликнешь и переходишь. Ну, наоборот. Лучше наоборот. Лучше наоборот. Уже тот, кто начнет с текста, а тот никогда не доберется до семинара. Не выживется. Ни коим образом. Кто-то каким-то образом посмотрит семинар, может быть, он и утешится в тексте. Проблема-то состоит в том, что у нас термины, мы их используем не в стандартном смысле. И по-моему, нет стандартного смысла. Был, а утешишься. Ну, это тоже, наверное, правда отчасти, но тем не менее, мы часто высказываем нечто, это в терминах, как бы, общих философских, но смысл другой. И поэтому, как бы, человек, ну, просто всегда обречен именно на непонимание. Ну, пусть этот человек тогда посмотрит доклады каких-нибудь аналитиков наших на русском языке, и ему все станет крестально понятно, там общие философские термины, абсолютно понятные, и после этого он с большим облегчением вернется к этим видео и поймет гораздо больше. Я вот, кстати, недаром, на самом деле, если честно, всегда такие вопросы задаю, которые, как бы, отсылали бы вот к некому, ну, что сказать, общему пониманию какие-то такие простые вещам, типа там, философика, потому что это такое, чтобы хоть какая-то точка опоры была, чтобы они, как-то, что-то могли схватить и понять, что, о чем здесь речь идет. Потому что иначе это просто подвешенная в воздухе метафизика, которая, ну, не забраться, лестницы туда нет просто. А так вот можно какие-то лестницу поставить, чуть-чуть, пару ступенек сделать, и там что-то там такое понять. Я понимаю, да. Так что не бывают глупые вопросы, но я, в общем, стараюсь не для себя. Жертвуешь собой просто. Нет, мне тоже, как бы, самому хотелось бы уяснить, почему это, в общем-то, там не так уж совсем все плачевно. У меня это, получается, совсем плачевно. Я, правда, не брал на себя труд соотнести всерьез, но я не вижу, как тут трудиться. Вот как раз история этой философии, которая взята в разрезе сравнения по постраданию. Вот берешь, извините, Балат, я перебью, берешь Гегель, опять же, того же самого. Да, действительно, сознание отличает от себя нечто, с чем в то же время соотносится. Кажется, калька того, что я сказал. В действии, действительно, я равно я, я не равно я. Все так. Но попробовать как бы их соотнести. Гегель – это познание, чувственное познание, а у нас это действие, которое с самого начала обрезает чувственное познание, существует в отсутствии познания. Как только мы делаем форму готовой, она становится формой предмета, мы начинаем воспринимать, а не действовать. Поэтому нашим первым шагом было различить восприятие и действие. Самым первым шагом, предпосылкой всего движения. Поэтому вот это внешнее сходство, казалось бы, хочешь соотнести, но в который раз уже, не первый раз, мы попадаем в эту ситуацию. Ну, хотя бы отрицательное, то, что это не так, как у Гегеля, это тоже же важно. Люди же тоже так сцепляются. Ну, вот так в семинаре поговорить об этом можно, а в тексте это писать совершенно не. То есть, ваши замечания оправданы. Но это уже на уровне обсуждения. Вот так вот, излагая положительно, ссылаться на Гегель, запутаешь совершенно. Здесь нужен диалог. По-моему, в тексте это невозможно. Просто людей запутаешь. Не скажу, что, а, это у Гегеля, да, конечно, да. Или я равно я, так это фиксы у нас. Да. Кожицы постоянно. Или Декарт, прекрасный я есмь. Да. В другой сценарии, новый язык придумывать, что ли? Если бы был паривок, я бы пошел по этому пути. Притом, это новый философский язык, где я будет не я, а что-нибудь. Нет, можно было бы ввести новые теории. Да, да. Но это фактически новый язык, потому что на каждом шагу мы имеем альтернативой является новый философский язык. Я на это решительно не способен. Паривок способен. Я нет. Я даже не понимаю, как это можно сделать. Ну, язык нельзя. Максимум, что можно сделать, одно-два новых понятия бросить. А все остальное надо с этим смиряться. Но даже ни один философ на самом деле не создавал совсем нового языка. Пусть никто так не делает. Одно-два понятия. Да и то. Он, как в случае с Хайдегером, он берет заскорудлое понятие дозаин, которое после Гегеля казалось бы даже неприлично обсуждать. Придает ему вообще другой смысл. Просто сумасшедший другой. Ну и парочку новых понятий и все. А все остальное... Зато это единственный способ в истории остаться. Как бы придумать новое понятие и уже никуда не денешься. Туда уже не обойдешь. Потому что, вводя как бы в историю философию, придется как бы сказать, что было такое понятие, что оно значит загадочное, но какой-то философ его разработал. Какую-нибудь дегонструкцию слова придумал, и вот ты уже великий философ. Ну да, это правда есть, да. Мы даже не первый раз это обсуждаем. Но там правда есть хотя бы по парочку совсем небывалых слов. Надо придумать. Ну я как-то... Ну если получше, я обязательно воспользуюсь этим. Это рекомендация. Так вот. Четвертое, если я не сбился со счета заключается в том, что мы сознаем себя причиной действия тем способом, что причиняем причинение. В этой ситуации что? Во-первых, сложное движение, которое раньше было иным, уже перестало быть иным, поскольку мы его познаем через посредство простого движения. Возникает некая целостная картина. Причем она очень интересная картина. Мы говорили, я понимаю, что повторяюсь, но надо еще раз пройти, чтобы найти ошибку или не ошибиться. Что значит быть причиной причины? это означает следующее. Когда я причиняю простое движение, то я не поступаю как любая причина, которая исчезает вследствие. А определяя простое движение, я сохраняю себя в его причине. Движение такое получается. Сначала я мысль, затем я соотносящаяся с собой в теле. нет, сначала я, потом я вместе с простым движением. Я как причина не исчезаю, порождая, логически порождая средствия. Это, кстати говоря, на мой взгляд разница между логическим и временной, логической и временной ситуацией. О чем, кстати, в логике нет ни слова, я понимаю. Логическая временная ситуация, различаются наверное именно так. Во временной ситуации причина исчезает следствие, в логической ситуации причина сохраняет себя причиной, порождая следствие. итак, я сначала я потом я и простое движение при том, что простое движение с отношением я с собой в теле. Сначала я потом я вместе с я равно я в теле, то есть в простом движении. затем простое движение определяет сложное движение рукой правой рукой в сторону. до возникает окончательная форма сначала я потом я вместе с простым движением как причина простого движения сохраняющего себя причиной затем простое движение определяющее сложное сохраняя себя в качестве причины и поскольку я сохранил себя в качестве причины простого а простое сохранил себя в качестве причины сложного то мы имеем целостную картину одновременного мышления я простого движения и сложного движения поскольку я сохраняю себя причиной простого а простое сохраняю себя причиной сложного то мы имеем некоторую структуру как это ни странно уже казалось бы причинение причинения смыслом этой структуры является причинение причинения то есть по крайней мере действия по крайней мере движения но она имеет форму структуры потому что она остается сохраняется в качестве то есть это не последовательность мы раньше говорили что такое причина когда одно следует за другим а точнее одно предшествует другому то что предшественник во время ты был причин во времени до все время не когда они рассматривают от а после до причинения пищи стоит такой пищи на стене логическая причина то есть предшествие и логической разумеется например простое движение не может пришли словно потому что не просто два аспекта одного и того же движения Во времени она не может предшествовать. Есть просто движение рукой, в котором я выделяю два аспекта. Простое движение и сложное движение. Поэтому во времени тут никак. Только логически предшествует. Потому что одно старшее, а другое становящееся. А так они просто два аспекта одного движения. Во времени тут даже бессмысленно говорить. Но к чему этому предшествует мысль «Я», которая, собственно говоря, движет телу? Кстати, получается, опять-таки, давайте наконец придумаем термин, да, структура причинения. Но никто не оценит, не такой яркий термин, как и конструкция. Но причинение вроде не предполагает структуру, либо структуру, либо причинение. А мне приходится говорить о структуре действия. Потому что все одновременно. Я, сохраняя себя причиной при определении простого движения, а простое движение, сохраняя себя причиной при определении сложного движения. Кстати, они все даны одновременно. Да. И казалось бы, то, что они даны для сознания одновременно, это разворачивает само «Я» для само себя. Но вот еще не разворачивает нам это. А почему? Потому что «Я» является частью этого действия. Но оно является правильным, поэтому я и говорю об этой ситуации, как я. С одной стороны, мы начинаем с некого маленького «Я», которое говорит, что оно является причиной простого движения. Простое движение является причиной сложного движения. Но все это, как совокупность, нам разворачивает вот это самое «Я». То есть «Я» оказывается перед самим собой. Ведь все вот то, что вот эта структура, как некая ценность, она противопостоит «Я». И я утверждаю, что оно само и есть. Так кажется. Поэтому получится классическая философия. Оно обратное, от действия к «Я». Поэтому мы, оказывается, «Я» разворачиваем себя для себя. Ну, в общем, да. Возможно, по-прежнему, возможно, что этого есть. Потому что есть причина, есть причина-причина. Я именно причина-причина. Да. Но все как совокупности, но тоже говорит нам «Я», в структуре «Я». Поэтому «Я» перед «Я», «Я» для себя. То есть сам факт вот этой последовательности, факт разворота как таковой, он нам и задает действительность для самого «Я», самого себя. Так не получится ли субъективной философии классической? Если это будет так. Потому что я так понимаю, что ход-то обратный. Из разбора, что такое действие, доходим до ее причины. Я тут никак не разворачиваюсь. Не иначе, как причина-причинение, больше определить его никак нельзя. Обратный ход. Мы идем как бы от феноменологии, идем к тому, как бы причина. Первый стоп. А ты говоришь, что есть изначально… Я же много раз спрашивал, неужели есть некое изначальное чистое «Я», которое потом вот разворачивается в своей причине. Не так же происходит? Ну да, нет такого «Я» да. Поэтому… Ну так происходит в классической философии. Да, вот есть некое чистое «Я», а потом оно как форму свою проектирует в огне. И образуется весь мир. А тут наоборот как бы. Что есть некая феноменология, да. И я анализирую эту феноменологию, феноменологию действия, мы восходим их и к его причинам. Именно что действие. Феноменология – действие. Но мы восходим причинам, правильно восходим причинам. Там оказывается некое «Я», которое мы назвали ворот. Развернутым «Я» да. Развернутым «Я» да. Ну да, у нас нету некого затравочного «Я», с которого мы ставим. Да, его нет как бы, да. А есть как бы сразу же… Как результат. Я как результат. Сложная и сложная, да. Я обнаружил себя как результат. Но перед кем она обнаруживает? Перед самим собой, да? Может перед самим собой и себя обнаруживает? Поэтому об этой ситуации можно говорить как ситуация для себя. То есть девушка всего лишь кинула мячик, и она сразу же получила в результате этого два «Я». Первое «Я» – это как некая совокупность, как то, что вот эту сложную структуру обнимает собой, включает себя в эту ситуацию для себя. Вторая – это первая ситуация. А вторая ситуация – то, для кого эта структура оказывается чем-то действительным. Ну вот мне кажется, что здесь как бы две ситуации, когда вот причина – причинение, причинение – причинение. То есть достаточно простой причины, то есть вот этого самого абстрактного, чтобы уже получить «Я», что ли? Здесь видите как… Ну на самом деле, да, вот когда мы имеем простую причину, казалось бы, мы и «Я» имеем тем самым. Да, есть тривиальная трактовка этой ситуации. «А» определяет «Б», «Б» определяет «С». Да. Это классическая ситуация? Да, да. Которая никакого отношения не имеет к причинению причинения. То есть у Игоря, видимо, об этом. Да. Важно именно эти вещи различать. Это можно сбиться на понимание «А» определяет «Б», «Б» определяет «С», поэтому «А» в каком-то смысле является причиной причиной. Здесь получается, что поскольку есть «Б», мы имеем «А», и поскольку у нас «А», «Б», «С» причинение есть, есть некая совокупная «Д», которая, оказывается, соотносится вот с этим самым «А». Нет. У нас обратный ход. Есть «С», потому что есть «Б», потому что есть «А». Вот так. Обратный ход. Первичный «С». Ну как… «С» первичная словами феноменологии. Да. Но как некая совокупность они же существуют еще. Да. Как совокупность. То есть следовательно вот эта самая «Д» существует. То есть есть «А», которая… Которая раскладывается, потому что это на… Нет. Есть «А» и «Д». И надо понять, что «А» и «Д» это как бы одно и то же. То есть одновременно и наличие «А» и «Д» оно задает структуру для себя сознания. И другой вариант. Мы действительно вот это само оконституируем. Но как совокупность, как все, оно само «Д» не дано. Для него есть всегда лишь мячик и движение рукой. Да. И оно имеет некую интуицию. «А» но как совокупность нету. То есть такая предельная чуждость моего тела о самом уме. Тогда у этого «Д» не возникает. И мы действительно обратным задним ходом, обратным способом, касситуируемого. «А» является причиной причинения потому, что сохраняет себя в качестве причины «Б», а «Б» сохраняет себя в качестве причины «С». по крайней мере из того, что я сказал, следует только это. Причина причины возникает именно потому, что «А», «Б» и «С» в последовательном причинении сохраняются. Возникает действительно структура «А» не последовательная. Сначала «А» определила «Б», потом «Б» определила «С». Ничего подобного. «А» определила «Б», оставаясь его причиной. И пока «Б» определила «С», «А» осталась причиной «Б». Поскольку она осталась причиной «Б», она оказывается причиной причины. То есть эта ситуация все еще, на мой взгляд, Игорь, все еще в себе. Да, но они как в три момента. Как некая структура, поскольку она удерживается самим «А», то возникает некая «Д». И ситуация вот этого «Д» перед «А», она скользко ситуирует ситуацию для себя. Ну, давайте посмотрим. Хорошо. То есть ситуацией «Д» называете вот эту вот ситуацию, когда это… Структура развернутая перед самим сознанием. Да. Что мы имеем структуру, которая разворачивается перед самим сознанием. И эта ситуация очень похожа на ситуацию для себя бытия сознания. То есть, с одной стороны, есть простое действие. На основании этого простого действия мы имеем некую его причину, то есть «Я». но это «Я» еще дополнительным способом разворачивается в корочестве вот этого наличия структуры. Через структуру она разворачивается перед самим собой. Поэтому я говорю об этой ситуации для себя бытии. «Я» Я бы это выразил так, что с одной стороны, действительно есть «Д», то действительно «А» является основанием. раз она причина причины, и не в классическом смысле, а удерживая себя в качестве причины, то действительно разворачивается перед сознанием. А с другой стороны, с другой стороны, сознание является частью происходящего, поэтому не разворачивается. С другой стороны, является частью этой структуры. Она задает эту структуру, с одной стороны. Ну вот она и есть для себя бытие. С одной стороны, она одна сторона этого отношения, а во-вторых, она для самого себя. Ну да, для себя бытие. То есть, как бы тут две стороны. Одна для себя бытие, а другая для себя бытие. Потому что будучи частью… Нет, она в себе бытие, когда… Она возникает как в себе бытие тогда, когда простая причина порождает сложное. То есть, когда движение как таковое, путешествует логически и продуцирует конкретное движение. Вот тогда да. Здесь рядом стоит «я», оно здесь не видно, но оно здесь, то, что у нас присутствует, совершенно очевидно. В этой ситуации можно говорить, как ситуация в себе. Не, не. А тут, Игорь, знаешь, что напрягает? Что ты думаешь, что всё опять замкнует в субъективность. Это есть какое-то охватывающее «я», которое всё внутрь себя опять замукает. Но каждый раз, то есть, рефлектирующее «я», которое рефлектирует всё. В том числе, вот всё это отношение… Ничего плохого. Это просто вернёмся к классическому пониманию того, что всё внутри «я», внутри сознания, и нет ничего кроме сознания. Вот ничего плохого. А тут попытались, я насколько понимаю, найти какой-то выход вроде как куда-то. А ты как бы говоришь, что нет, так выходить нельзя, давайте вернёмся опять в это охватывающее сознание. Внутрь. Для меня всё. Вот какой-то такой разговор, как мне со стороны кажется. Ну хорошо. Значит, с одной стороны, я всё-таки так вижу ситуацию пока. С одной стороны, действительно, всё это «я» является причиной, и действительно, в таком случае надо говорить о том, что вся эта структура разворачивается перед «я». А с другой стороны, я является частью этой структуры, поэтому ничего не разворачивается. То есть это нормальная для нас ситуация, когда «я» является причиной, скажу, сознаёт себя причиной. Не скажет, что является, но не сознаёт. Она сознаёт себя причиной. Не отличена от себя как причиной. Ну как-то так. В прошлый раз мы говорили как-то так. Не отличена от себя как от причины. «Я согласен полностью с этими словами, я в прошлый раз воспользовался сам и не отказываюсь. Но что значит отличить себя как от причины?» Это значит… Ну, Бог знает, что это значит. Кто-то из них должен созерцать другого. Я как причина должен созерцать себя в качестве действующего, видимо. Это означало бы отличение. Понимаете, во всей этой структуре тройственной, причинение-причинение, есть такой интересный момент. С одной стороны, сознание причиняет причинение. То есть остаётся причиной «Б», когда «Б» делается причиной «А». А с другой стороны, может быть надо говорить о двух родах причинения, я не знаю. Потому что «Б» определяет «С», простое движение определяет сложное, совершенно определенным образом. Слово заключается в том, что они между собой находятся в отношении субъекта предиката. У нас же есть именно основания. Можно сказать, что первое предъявление – это основание. А то «Я», которое равно «Я», то причина. У нас есть действительно два «Я». «Я» как действительно это самое, перед чем всё разворачивается, или, по крайней мере, она причиняет, и есть «Я», которое есть простое движение, где мы тоже имеем ситуацию «Я равно Я», которое раскрывается через предикат сложного действия. То есть у меня есть интуиция, у меня плохо получается, потому что не очень понятно говорить, в каком смысле в субъекте есть причина предиката. Субъектно-предикатное отношение – это не то же самое, что причина отношения. Поэтому я не очень понимаю сам, что говорю. Субъектно-предикатное отношение – это не причинение. Поэтому, когда я говорю о двух видах причинения, наверное, это абсурдно. В зависимости тот, кого зависит – субъект от предиката или предиката субъекта. Ну, так, наверное, нельзя ставить вопрос. В нашем представлении, получается, что субъект зависит от предиката, потому что одно причина другого. Но каким образом, собственно говоря, субъект может быть причиной предиката? Нет, если заменять вот здесь эту причину на зависимость, и оставлять это в качестве термина, что я, равный себе, причиняю чистое движение, а… Чёт. Нет, я равный себе. Чистое движение – это как раз я равный себе. Хорошо. Я причиняю чистое движение, то есть равенство себе в теле, а вот уже это чистое движение, от него зависит конкретное движение. Да. Оно не причиняет, но от него зависит конкретное движение. Ну и что, а я хочу перейти к субъектно-предикатному построению, где я, вот этот первый я является автором, а второй я… Совсем первый я. Совсем первый я. Первая причина – это почти что D. То есть хотя бы с одной стороны D. Всё разворачивается, которое является причинением. я… То есть в прошлый раз я говорил так, что я отличает себя от… является частью. С одной стороны является частью, мы на этом вроде бы сошлись. с одной стороны это очевидно является частью, а с другой стороны является тем самым D, перед которым разворачивается. Поскольку является частью, мы имеем экзистенцию. То есть имеем девочку, бросающую мяч. Но с другой стороны сознание – это причина причинения, оно остаётся причиной, несмотря на всё движение ABC. То есть охватывающее сознание наш есть? То есть вот в этом движении ABC, извините, была ты не расслышала, я хочу это сказать. Есть движение ABC, в котором А является отчасти… с одной стороны частью этого ABC. С другой охватывающим таким я, для которого всё это движение должно быть как его собственная структура. Да, совершенно верно. Для себя? Для себя нужно… нужно вычленить… То есть следующий ход является обнаружением для себя. Оно есть, но оно ещё… Оно в себе, да. Да, но не отлично от себе, поэтому вполне логично допустить… То есть субъективность мы не покидаем, как я думал, да? Потому что мечтал, что мы субъективность покинем. Оно не факт. Это не факт. Когда для себя ситуация… мне вот рисуется так, что это… Ситуация, когда Я превращается в автора, а ABC… А превращается в автора, а BC вступает в отношение субъектного предиката. Это превращается в текст. Но я ещё сейчас не вижу, как конкретно это проделать. Как высвобождение или утверждение для себя бытия меняет общую картину. Хотя у меня в голове меняет именно таким образом. Если Я отличает себя от себя как причины, становится причиной отличной, вот… То оно не возвышается над собой, оно просто становится автором некоторого текста. И тогда для себя означает разворачивание передо мной некоторого текста, частью которого Я являюсь. Может быть, это самое интересное. Где я являюсь частью его? О. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 Мы слишком далеко. Так вот, вроде бы, действительно, я с Игорем соглашаюсь, что с одной стороны в себе, с другой стороны для себя быть, и следующая, пятая уже какая-то рефлексия у нас. Значит, еще раз, четвертая рефлексия, поскольку в себе, то это называется экзистенцией. То есть, мы не находим чистой экзистенции. То есть, мы все-таки девочку с мячиком все-таки как-то, к сожалению, моему удержали. Услободительно понять, что такое просто девочка. Может быть, это самая первая экзистенция, когда мы просто в движении выделяем простое движение. Когда-то мы это назвали экзистенцией. Может быть, это она и есть, да, эта девочка. Просто вот она... Это, на самом деле, любопытно. То есть, это второй шаг рефлексии, чем любопытно-то. Это маленькая девочка наша с мячиком, это второй шаг рефлексии. И первый шаг мы просто понимаем, что движим рукой. Мы просто понимаем, что бросаем мяч. Потом в бросании мяча мы обнаруживаем простое движение. Тогда оказываем всем захваченным, потому что это я равно я. Поэтому девочка у нас начинается. Но есть какое-то просто простое движение, еще не игровое движение. Наверное, есть. Если обратиться к каким-то этапам человеческого становления, то, наверное, есть сначала простое движение. Просто осознанное, как движение. А уже игровое движение – это второй шаг. Психологически просто второй, эффектициально второй шаг. Когда девочки действительно захвачены игрой, потому что на самом деле захвачено я равно я. Я сам не знаю, плевать, мячик бросать или что-нибудь другое. Но она целиком находится в этом состоянии. Но опять же, это же только сторона движения. Но об этом девушка, наверное, не знает. Она в движении мячом, бросании мяча, находит простое движение, тем самым оказывается совершенно определенной эссенциальной, существовательной ситуацией. Надо подумать о соответствии. Хотя у нас никогда, конечно, не получалось. У нас сразу и в восприятии, и в мышлении сразу были какие-то сложные времена, которые никак в психологии, конечно, не соотносились. Не знаю, как здесь. Итак, мы имеем некую, опять-таки, двойную ситуацию. Я или А часть А, В, С, и А, Д. АА или А, Д. Если мы попытаемся обнаружить это Д, я не вижу сейчас, как конкретно совершить переход к Д. То есть ситуация для себя. То есть к авторству и я. Да. Я прямо чувствую... Так потому что тело-то не охватить, его же нельзя снять. По-моему, для себя это придумка здесь какая-то, несоответствующая тому, о чем говорим. Все равно в теле мы не я, не равно я. Мы не можем тело охватить. И поэтому возврат к себе здесь невозможен. Классический философит, там просто. Там я сначала себя проектирую, а потом обратно собираю. Там как бы просто разложил сначала я себя. То есть мысль сначала в предмет как бы вошла, а потом как бы себя сняла обратно. То есть это движение просто... Есть полагание и снятие. Это как бы просто осуществляет. Там у Гегеля, у всех. У нас-то ведь не так. У нас мысль вошла. Но она изначально там... Соответственно, с чем-то, что не является мысль. Чем-то не тождественная. То есть обратно снять это не удастся. Обратного движения-то нет. И более того, у нас это рассуждение происходит не так, что есть такая чистая мысль, которая входит в материалы, входит в предметы. А у нас изначально есть некая феноменология тела-движения, которую мы раскладываем на момент. И все. Да, в этом смысле мы тоже действуем верные методу. Время движемся всегда. Время движемся туда-туда-туда-туда. Сознание себя обнаруживает, 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 обнаруживает. Ну вот и... Ну не для себя обнаруживает она. То есть, мне кажется, для себя это теми Гиклевские... Совершенно справедливо. Как-то, конечно, она себя обнаруживает, но каким способом это непонятно. Она не может охватить себя. Кстати, в познании, возможно, там как-то еще форму можно было пытаться схватывать. А здесь даже непонятно, что схватывает. Потому что есть некая форма, которая в нашем понимании какая-то текучая, становящаяся. Это вообще непонятно, что такое. Как ее вообще, говоря, можно схватить и как бы удерживать. И вообще непонятно, как удерживать. Потому что она, с одной стороны, форма, а с другой, еще и становящаяся. Когда все формы, которые мы умеем удерживать, это формы... Формы предмета. Да. То есть, не кого старшего. Но во всяком случае, ситуация для себя, на мой взгляд, должна развернуться. Отношением авторства и предмета. То есть, обнаружением того, вот в нашей ситуации А, В, С, нет этого обнаружения. Но следующим шагом должно быть, на мой взгляд, интуитивно. Обнаружение того, что В и С соотносятся к субъекту предиката. Простое движение – это субъект «я равно я». Сложное движение – это, я поднял руку, это явное раскрытие «я равно я». Что такое, собственно, «я»? Этим еще ничего не сказано. Тем более, что это не мысль, равная себе. Там все понятно. Там очень много сказано. Надо будет вечно жить. Владает вечным бытием. И слава Богу. Бестелесно. Здесь «я равно я» – это некоторый аспект движения, который раскрывается через то, что я поднял руку. Что такое «я»? Это тот, кто поднял руку. Буквально так. И все это перед автором. То есть автор здесь… Потому что не вводить слово «я», а говорить «автор». Так будет, по-моему, как раз более… Есть автор, как бы. А есть «я равно я». И тогда вот эти два «я» будут посылать терминологически, вообще несчастные. Или это уже как бы забегание вперед? То есть желаемое, а не действительное. Бог его знает. И автор здесь, конечно, не автор, а просто наблюдатель. То есть перед ним разворачиваются некоторые действия, частью которого не является. Свидетель, можно говорить, свидетель. А здесь свидетель. Да, разумеется, можно… Так вот, не может быть это причиной. Вот в чем удивительно. Как это? Причина еще. Он любит свидетель, любит личина. Вроде как всегда свидетельство на никакого отношения к причинению не имеет. Никакого. Это два разных действия. Но надо действительно как-то с одной стороны понять деятельность как причинение, а с другой стороны понять деятельность как свидетельствование. Об этом, обо всем. И это ваша старая проблема, как одновременно может свидетельствовать и действовать? Либо действовать, либо свидетельствовать, а не одновременно. И потом, если я… Это причина, то причина все-таки остается верным, что причина только для простого движения, то есть для движения вообще, а не для… А может быть нет, может быть с тех пор, как я стал свидетелем, я могу стать… Ну, либо свидетелем, либо автором. Я просто подозреваю, что автор и свидетелем – это еще как будто третье я. То есть третье, ну, может быть не в сущности третье, а как бы третье позиции. То есть есть позиция причина, есть позиция равенства себе в теле и есть позиция свидетельствами. Три позиции. Пробегает его одно и то же я или как-то они там структурно там как-то соотносятся. Это уже специальный разговор. Ладно, мы тут… Надо распутывать этот клубок. Я вот что еще хотел сказать. Что я еще подумал, что мы уже говорили несколько раз, что сам жест разворачивается как субъектно… как субъектно-предикатная ситуация. Что это означает? Казахстан, мы должны прийти к этой ситуации. Есть я, который… Ну, назовем его автором, то есть субъект всего высказывания, и есть я как субъект высказывания. То есть тот субъект, который высказывает некоторые суждения, и есть субъект самого суждения. А не получится по парадоксу лжиться, что я лгу, как бы… Два я, да, одно я, которое высказывает, это я лгу, а другое я, о котором говорится, что он уже… Нет, я думаю, что это все-таки другое. Я не могу сейчас сообразить, но думаю, что это не получится. Это просто двух уровней, да, я так понимаю? Да, лжицы построены на Расселах разрешил эти парадоксы путем выстраивания иерархии уровней. А у нас тут вроде бы об уровнях речи, слава богу, нет. Есть я, который делает высказывание, и есть я, который является частью этого высказывания, субъектом этого высказывания, это одно и то же я. Получается, что я делаю жест, частью которого я являюсь. Ведь простое движение – это часть жеста, которая раскрывается в сложном движении, как субъект раскрывается в предикате. Вот ситуация, в которой мы должны прийти. Еще не пришли, но обязательно должны прийти к ней. То есть я для себя являюсь текстом. Определением текста является субъектно-предикатная ситуация. Субъектно-предикатная ситуация – это и есть высказывание, суждение, текст. Но есть я как автор, и я как автор высказывания, и я как часть высказывания. Как персонаж, да? Да, в жесте я сам для себя персонаж. В жесте я сам для себя персонаж. Это очень важно, к этому надо прийти. Видите, не так быстро и просто это получается. К этому надо прийти, но обязательно должны, вроде бы, к этому прийти. Потому что это такая, вот, мне представляется такая твердая интуиция. Это один и тот же я. Один существующий как автор, как чистая мысль. А другой существующий как часть жеста. А именно как простое движение, в котором я равно я. Которое, еще раз скажу, раскрывается в конкретном движении руку. Я поднял руку, я поднял брови. Причем, какого рода это высказывание? Это высказывание такого рода. Когда я поднимаю руку, этим я высказываю следующее. Я поднимаю руку. Когда я поднял руку, высказывается субъектно-передикатное высказывание. Сам жест означает, я поднял руку. Не тот я, который делает жест, который является частью жеста. Некое внешнее я. Внешнее себе я. Да. Именно в жесте внешнее себе я. Я сам перед собой в жесте представлен. Есть я, который поднимает руку. Внутреннее я. Внутреннее я. Или авто. Тут не хотелось бы пользоваться. Ну почему, собственно. Внутреннее я. Который жест делает. И я, как часть этого жеста, я, который поднимает руку. Но уже в другом смысле. Я есть тот, который поднимает руку, но само поднятие руки заключает в себе субъект я, который поднимает руку. То есть я сам для себя предмет. То есть я сам для себя являюсь текстом. То есть я являюсь либо наблюдателем, либо автором. Надо разбираться, разумеется. Но так или иначе я перед собой в качестве текста. Так вот, меня особенно занимает эта вот ситуация, когда я поднимаю руку. Субъектно-предикатная имеющая ситуация. У нас двое «я», так вообще затвихнешься. Ну, по крайней мере, языком запутаешься. Я поднимаю руку. Да, я поднимаю руку, но я… Субъектно-предикатное отношение заключается в том, что я поднимаю руку. Оно есть, что субъектно-предикатное отношение. Но оно не несет тебе ничего, кроме того, что есть жестье. Жесть – поднимаю руку. Жесть – посмотрите, вот рука болтается. Но оно, это болтание рукой означает, то есть имеют структуру означивания. Потому что заключает в себе «я» и заключает в себе поднятие руки. И между ними субъектно-предикатное отношение, то есть отношение – означивание. Или это не отношение – означивание, может, означивание – другое слово. Но, по крайней мере, это субъектно-предикатное отношение. Отношение – отсылание, скажем так. Означивание, наверное, другое слово. Отношение – отсылание. Мое махание именно правой рукой отсылает… Выражение, наверное. К тому, что есть жесть. Ну, выражение. Я выражаюсь в жести. Да, я выражаюсь в жести. Вот в этом же жести… Не я автор, еще раз, да. А я, как субъект высказывания, выражаюсь в этом конкретном жести. То есть жест как бы выражает себя. Заключает в себе отношение выражения. Жест заключает в себе, именно жест заключает в себе. Он не ко мне, как автору, отсылает. А жест заключает в себе отношение, выражение. Субъектно-предикатное отношение. Или, собственно говоря, жест является текстом. То есть изначально как жест является текстом? Еще ничего не не я. Я махаю рукой не потому, что я хочу поприветствовать. Поднимаю руку не в знак приветствия. Я просто поднимаю руку. Но само поднятие руки заключает в себе отношение, еще ничего не знача. Заключает в себе уже выражение. То есть жест – это текст. А что значит текст еще раз? Это значит, что установлено субъектно-предикатное отношение. Теперь вопрос в том, как же соотносится текст и смысл. Как можно внести в жест смысл? То есть делать его значащим. Так же жест выражает, но не обязательно смысл, а просто выражает. Выражает себя. Да, да, да. Я и хочу сказать, что жест – это пустая форма, в которую можно внести любой смысл. Если в самом жесте не было субъектно-предикатного отношения, мы не в жизни нанесли бы смысл жеста. В языке смысл есть. Язык вот так устроен, что в него смысл монетит. Но жест – это болтание рукой. Как вы собираетесь придать ему смысл? Например, приветствие. Если в самом движении рукой нет субъектно-предикатного отношения. Но поскольку в движении рукой, в самом движении рукой, в этом тривиальнейшем движении рукой, есть уже субъектно-предикатное отношение, оно еще ничего не значит и никуда не направлено. Но в нем уже есть субъектно-предикатное отношение. И поскольку оно есть, оно есть пустая форма, в которой может внести смысл. Например, приветствие. Или проклятие. А разве текст не предшествует этому выражению? Потому что как я пойму жест, если я не знаю, что он означает? Нет, наоборот. И сначала должен жест понять как текст, а затем внести в него смысл. Понимание, с другой стороны. Вот я со стороны, как я понимаю, какой смысл вложил человек в жест. Он что-то там жестикулирует, а я его не понимаю. Потому что, чтобы его понять, должен быть общий какой-то текст, который предшествует всем нашим жестам. Допустим, жест приветствия, он такой. И когда он мне жестикулирует приветственно, я понимаю, что это приветствие. Поскольку жест приветствия как текст предшествовал любому нашему жесту. Это был, на мой взгляд, другой, более конкретный вопрос. Сейчас мы задаемся более общим вопросом. Как вообще можно в жест нести смысл? Что дает возможность этому? Что дает возможность этому, да. Только то, что сам жест устроил субъектно-предикатно. Причем он строил субъектно-предикатно не определенным образом. А именно так. Мое движение рукой означает движение рукой. То есть это действительно чистая возможность. Несение какого-то не было смысла. Впервые оказывается возможным реализовать чистую форму. Без содержания. Именно в жизни. Потому что до сих пор никогда такого не было. Форма всегда была формой чего-то. Но тут специфическая чистая форма, непознавательная. Да. Правда. Но все равно. Вот если это так вот переформулировать, то, по-моему, никогда такого не было. По-моему, тоже. По-моему, это вот то, что жест является пустой формой или чистой формой всякого смысла, которую можно заполнить любым предикатом. Понятно, что субъект стоит субъектом. Я равно я. Но будет ли это приветствие или проклятие, важно только то, что уже различено я равно я и конкретность движения. Конкретность движения является предикатом. Различены субъекты и предикаты. А раз они различены, то мы предикаты можем уже придавать смысл. Иначе вы ни за что в жест не внесете смысл. Не возникнет языка жеста, если в самом жесте моя мысль в этом заключается. Не возникнет языка жеста, если в самом жесте предварительно не различен субъект и предикат. Но мы еще не получили, напоминаю, мы еще не получили перехода вообще к субъектно-предикатному отношению. Но если его получить, то это дает нам выход в смысл. И в этом будет авторство? Выражать жестами смысл? Может быть. Я не знаю, было так. Я не двигался. Буквально вчера допер до этой мысли. И никуда дальше не двинулся. Тем более, что мы, опять-таки, напомню, до тех, кто не дошли. Все на сегодня. Ага. Ага.